Приветствую! В сети пошла новость о том, что с 1 ноября 2023 года будут призывать 18-летних и будут призывать женщин. Так ли это на самом деле? Действительно ли изменились правила мобилизации с 1 ноября? Мы сейчас об этом и поговорим. Итак, в первую очередь разберемся с 18-летними. Действительно ли их можно призывать? Как мы с вами знаем, в соответствии со статьей 39 закона Украины ОВО и ВС, призывать во время мобилизации можно военнообязанных. И тут возникает естественный вопрос, а может ли человек в 18 лет иметь статус военнообязанного? Ведь мы с вами привыкли, что с 18 до 27 это призывник, а с 27 лет это уже военнообязанный. Но это общее правило и на самом деле человек может не достичь 27 лет, но уже получить статус военнообязанного и подлежать мобилизации. При каких условиях это возможно? Это возможно в следующих случаях. Например, человек прошел срочную службу. Человек прошел военную кафедру. Человек был признан непригодным к воинской службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное время. Вот в этих случаях человек становится уже военнообязанным, даже если ему еще нет 27. То есть если мужчину в 18 лет призвали на срочную службу, вот он ее отслужил, и по завершению службы, срочной либо альтернативной службы, к слову, он становится военнообязанным. Если же в 18 лет человек прошел ВЛК и ВЛК признало его непригодным к службе в армии в мирное время, но ограниченно пригодным в военное, то соответственно он также становится на учет военнообязанных и его могут призвать, не дожидаясь 27 лет. К слову, я использую до сих пор конструкцию вот эту 27 лет, этот возраст. Почему? Потому что закон, который был принят по снижении возраста, с которого ставят на учет военнообязанных 25 лет, да, мы помним этот закон, он до сих пор президентом не подписан и соответственно не вступил в силу. Поэтому до сих пор действует норма о 27 годах. Теперь поговорим о женщинах. Изменилось что-то в контексте призыва женщин? Нет, с 1 ноября ничего не меняется. Правила остаются все те же самые, что и были ранее. Подводя итог, что по 18-летним, что по призыву женщин? Ничего не изменилось в контексте правил мобилизации во время военного положения. Абсолютно никаких изменений. И здесь мне с одной стороны хочется вас успокоить, да, и сказать, что все окей, все хорошо. Но на самом деле ничего хорошего в этом нет, потому что мы говорим о мобилизации, а это значит, что боевые действия в Украине продолжаются. И мир до сих пор в нашей стране, к сожалению, не наступил. Но как минимум хорошей новостью здесь можно говорить, рассматривать то, что никаких ухудшений правил призыва не произошло. На этом у меня все. Если вы считаете, что данная информация была вам полезна, поставьте лайк этому видео, поделитесь в соцсетях и подписывайтесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Информации там гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в YouTube канале. Также я отвечаю там на ваши вопросы в комментариях. И традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.